Мы продолжаем эфир. Здравствуйте, дамы и господа! У микрофона Анна Староминская. На территории Вестминстерского дворца стоит памятник 24-му королю Англии Ричарду I по прозвищу «Львиное сердце». Это имя крестоносца, беспощадного, хладнокровного воина и одновременно мудрого воинствующего монарха, который был так привязан к своей матери, что даже взял ее с собой в крестовый поход. И у нее же на руках он и скончался в этот день, 6 апреля, ровно 820 лет назад. А почему имя Ричарда «Львиное сердце» не забыто по сей день, спросим сейчас у нашей гости. В студии «Радио Спутник» кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Екатерины Носовой. Екатерина, здравствуйте. Добрый вечер. Почему мы помним его, почему на слуху его имя, наряду с, пожалуй, королем Артуром, Роландом, рыцарями круглого стола? Вот почему не кануло в лету именно имя Ричарда «Львиное сердце»? Вы совершенно верно подметили, Анна, что имя его до сих пор живо в истории. И связано это с тем, что Ричард при своей жизни начал создавать определенную легенду, она была достаточно, на самом-то деле, страшной, ужасной, потому что он говорил о том, что его род плантагенетов происходит от дьявола, что когда-то его дед граф Анжуйский влюбился в молодую графиню, и она, когда находилась в церкви, все время уходила вместе с его детьми в тот момент, когда нужен был причаститься. И вот однажды он своих рыцарей попросил схватить графиню, свою возлюбленную, для того, чтобы она осталась на это причастие. И что же произошло, когда рыцари попытались ее схватить, она вдруг, схватив детей, вылетела в окно. Таким образом, Ричард на протяжении всей своей жизни неоднократно говорил, вся наша семья произошла от дьявола, и к дьяволу мы когда-нибудь вернемся. Эту историю он очень любил рассказывать на досуге, и эта история записана в хрониках средневековых. И уже после смерти Ричарда «Львиное сердце» создается новая легенда, легенда о рыцарях круглого стола. Эта легенда, на самом деле, была записана кретином де Троа, одним из средневековых музыкантов, который находился при дворе Леоноры Аквитанской. И суть этой легенда сводилась к тому, что славный король Артур и его рыцари совершают подвиги во славу Бога. И если мы проведем определенные параллели, то мы увидим, что Ричард, как его, в принципе, отец Генрих II, очень часто создавали свой даже двор по образу двора короля Артура. Поэтому, возможно, мы говорим о том, что вот эта сознательная легенда, которая создавалась Ричардом «Львиное сердце», она продолжала жить и уже всплыла непосредственно в романах Вальтера Скотта, мы знаем знаменитый, да, и Венга. И впоследствии уже в его произведении «Талисман», который был экранизирован американским режиссером в фильме «Ричард, Львиное сердце крестоносца», мы знаем образ Ричарда «Львиное сердце» по театральным постановкам многочисленным, да, самым знаменитым. Ну вот в Ленкоме можно вспомнить «Аквитанская волчица». И всегда рядом, как правильно подметили, с образом Ричарда «Львиное сердце» находится его мать, Леонора Аквитанская. Это вообще на самом деле уникальная женщина, и как раз именно она во многом способствовала созданию вот этого образа, который запечатлен в хрониках и в нашем сознании, скажем так. А не правда были настолько не разлей вода, что на отдельном корабле, который он для нее снарядил, и ее фрейлин, ее слуг, она решилась плыть с ним или он настоял, как было дело и какие между ними были взаимоотношения? Ведь на самом деле Ричард «Львиное сердце» воспитывался не на лучших примерах, скажем прямо. Даже отец его, Генрих II, не мог служить хорошим обращиком поведения, а с детства сам Ричард слушал жалобы матери на постоянные измены отца и так далее. Первая красавица, на самом деле, она была в Европе. Это был признанный факт, и все говорили, что Людойку VII очень повезло, что он женился на Леоноре Аквитанской. В будущем своего второго мужа, от которого как раз родился Ричард «Львиное сердце». Это была любовь страстная с первого взгляда, но, как мы с вами понимаем, брак по любви, он был недолговечен, и активность Леонора Аквитанской она привела к тому, что Генрих ее изгнал в Аквитанию, и уехав в Аквитанию, она забрала вместе с собой Ричарда «Львиное сердце». Ричард получил достаточно хорошее, на самом деле, образование по тем меркам. Он прекрасно владел двумя языками, французским и провансальским, старо-французским лучше уточнить. При дворе Леонора Аквитанская создала придворный кружок, приглашая туда многочисленных труверов, это средневековые музыканты и поэты. Ричард сам был прекрасным исполнителем песен, и дошло до нас две песни, которые он сочинил, непосредственно находясь в плену у Генриха VI германского императора после возвращения из крестового похода. В дальнейшем мы, конечно, можем говорить о том, что Ричард «Львиное сердце», он родился в эпоху рыцарства, расцвета рыцарства, и, естественно, в его облике соединились две такие натуры. Это идеал рыцаря, который был записан непосредственно кретином де Труа в его эпопее «Рыцаря круглого стола». А второе – это вот эта куртуазная культура, прославление «Прекрасные дамы» поспособствовала тому, что Ричард «Львиное сердце» был очень галантным рыцарем. И Элеонора Аквитанская, она пыталась контролировать своего сына в его поступках, она действительно настраивала Ричарда против своего отца, и было это связано прежде всего с политическими мотивами. Дело в том, что после рождения последнего сына Иоанна Беземельного Генрих решил поделиться вновь между сыновьями наследства и попросил у Ричарда «Львиное сердце», чтобы он отдал Аквитанию наследство Иоанну Беземельному. Ричард, считая, что Аквитания – это его родина, он не согласился с этим, и началась война уже между Ричардом и его отцом. Нам известно, что на самом деле Элеонора Аквитанская не принимала участия в третьем крестовом походе, потому что она правила вместо сына. Она на самом-то деле приплыла на остров Кипр для того, чтобы привезти новую невесту Ричарду «Львиное сердце», для того, чтобы он с ней обвенчался. И это было, по разным источникам ее по-разному называют, иногда Бриджина мы увидим, Наваррская, которая не отличалась красотой, но отличалась большим умом. И это был стратегический политический брак, который нужно было очень быстро заключить для того, чтобы обезопасить свои владения. А почему вы говорите, новая невеста была и старая невеста? Да. Вот здесь на самом деле очень запутанная история. Действительно, когда Ричард «Львиное сердце» было 12 лет, он был обвенчан с дочерью Людовика VII, Адель. Иногда еще можно встретить Алису, Аделаида. Как-то так сложилось, что Ричард, как я уже сказала, жил в Аквитании, а Генрих II настоял на том, чтобы будущая супруга Ричарда «Львиное сердце» переехала в Англию и познакомилась с новым королевским двором. И здесь пошли слухи о том, что Генрих II соблазнил девушку молодую и сделал ее своей наложницей. Отец Ричарда. Отец, да, Генрих II. Ричард не смог стерпеть этого. Тем более не очень-то, наверное, приятному, красивому, молодому человеку, которого рост под 2 метра, светловолосый, мужественный, иметь девушку, о которой говорят не очень лицеприятные вещи. Ричард «Львиное сердце» говорил о том, что брак подождет, вот сейчас мы сходим в крестовый поход, а потом я, может быть, и женюсь. И вот как раз на Кипре и разрешилась эта дилемма, когда Ричард окончательно заявил Филиппу II, своему родственнику, уже французскому королю, что он не сможет жениться на его сводной сестре Аделаиде, потому что он влюбился в Реджину Наваррскую. Но это была ведь неправда, не влюблялся он в нее, конечно же. Вы ведь сказали, что она была дурнушкой. Она была дурнушкой, но в хрониках говорится о том, что он ее влюбил. Понятно, что это хроники воспевали всячески идеальную любовь, но действительно это был абсолютно политический брак, это был политический расчет. Важно отметить, что вот здесь, кстати, достаточно интересно, что если мы почитаем сюжет о рыцарях круглого стола, то мы увидим, что король Артур, да, у него была жена Геневра, ее соблазнил-то рыцарь Ланселот, и Артур поскакал отомстить рыцарю Ланселоту за то, что жена ему изменила. И здесь вот видим такие же параллели, что Ричард точно так же отказывается жениться на девушке, которая была опорочена. А был ли действительно Ричард Львиное Сердце настолько неотразим, каким его живописуют? Я прочитала, что да, действительно высокий, 193, что ли, сантиметра рост по тем временам, просто гигант. Светловолосый, да, светлоглазый, но был ли он красавцем? Если мы посмотрим на изображения, в частности на монеты, или посмотрим на картины, то действительно мы можем говорить о том, что он был красавцем той эпохи. Многие женщины преклонялись перед его красотой, но реальных достоверных исторических изображений до нас не дошло. Зато дошло описание его папы Генриха II. Вот и у меня возник вопрос, каким же образом смог Генрих II отбить у своего молодого красивого сына такую молоденькую невесту Аделаиду? Перу принадлежит описание французского историка Шарля Пти Дютаи, а он основывался на рассказах Петра Блуасского, современника Ричарда, и тот описывает отца так. «Этот рожеволосый мужчина среднего роста, у него львиное квадратное лицо с выпученными глазами, наивными и нежными, когда он в хорошем расположении духа, и мечущими молнией, когда он раздражен. Его ноги всадника, широкая грудь, руки атлета выдают в нем сильного, ловкого и храброго мужчину. Он носит удобную, нероскошную одежду и прически, борется с ожирением, которое победил с помощью умеренности и упражнений благодаря ходьбе и верховой езде, сохраняет молодость и утомляет более крепких компаньонов, занимается делами королевства, ну и так далее, никогда не сидит, всегда в движении, но очень сложно узнать, где он и чем он будет заниматься в течение дня, так как он часто меняет планы». И вот по поводу последнего. О Ричарде «Львиное сердце» ведь говорили, что он легко поддавался влиянию извне, и у него было второе прозвище «Ричард» и да, и нет. Как это могло совмещаться в короле? Вот здесь достаточно интересно. На самом деле, если мы говорим, что Леонора Аквитанская когда-то влюбилась с первого взгляда Генриха II, то здесь мы говорим о том, что, наверное, и Аделаида могла полюбить Генриха II. Все хронисты говорят о том, что он был очень учтив, отличался прекрасной памятью, был очень галантлив. Он был коренастым, но всё-таки мужской шарм в нём присутствовал. Относительно Ричарда «Львиное сердце», то действительно мы можем говорить о том, что существуют два прозвища. Наиболее знаменитое – это, конечно, Ричард «Львиное сердце». Откуда вообще пошёл этот миф о том, что вот это прозвище «Львиное сердце». По легенде, которая была записана анонимным хронистом в XIV веке, так и называется труд «Ричард «Львиное сердце». Он рассказывает о том, что Ричард, оказавшись в кругу врагов, собрался уже сопротивляться, и враги тогда напустили на него голодного льва. И он, подобно Гераклу, сражаясь с голодным львом, открыв его пасть, достал оттуда сердце. Но на самом деле-то вот это прозвище «Льва» он получил ещё при жизни. Хронисты неоднократно проводили такую параллель. Филипп II – французский агнец, а Ричард – английский лев. Геральт Камбрейский говорил, что у Ричарда «Львиное сердце». Он наш лев, и больше, чем лев. Если он уязвлён жалом лихорадки, от которой непрерывно дрожит и трепещет, он может наполнить трепетом и ужасом весь мир. И вот это прозвище «Львиное сердце» окончательно закрепилось за ним в эпоху Третий Крестовый поход. Вот это прозвище «Ида и нет», которое было наиболее распространённым, приписывают Бертрану де Порну. Это поэт средневековый и также ярый противник Ричарда «Львиное сердце» до тех пор, пока Ричард с ним сражался. Это был французский вассал, и он поднял мятеж против Ричарда, говоря о том, что Аквитания должна быть независима как от Англии, так и от Франции. И Ричард, пойдя на него в войну, практически вот уничтожив все его владения и схватив его в плен, вдруг внезапно его пожалел и отпустил на волю, вернув ему все его владения. С тех пор Бертран де Борн стал ярым поклонником Ричарда и сказал о том, что это король, который «Нида и нет». Вот это прозвище «Нида и нет» мы можем встретить в хрониках, в которых говорится, что король так же часто заключал условия, как и брал их обратно. Когда он требовал сохранения тайны, то он сам же её нарушал. И это вот прекрасно иллюстрируется на примере взятия Акры, когда Филипп 2-й август, уже осадив город, начал вести переговоры с Аладином Великолепны. Ричард Львиное Сердце вдруг заявляет о том, что «Вы знаете, я не готов сейчас заключить мирный договор». Через несколько часов он меняет своё мнение, говорит «Да, давайте мы будем заключать мирный договор». Но на определённых условиях. То есть это прослеживается во всём. То он шёл на Иерусалим, то он резко возвращается и решает взять город Аквелон, который находится на побережье. То есть вот эти метания, то есть сегодня мы делаем одно, а завтра мы делаем другое, это как раз характеризовало его натурой очень непостоянной. Он флюгер просто какой-то. Да, можно и так сказать. Удивительно то, что действительно из 10 лет правления Англии он провёл в ней всего лишь полгода. Всё остальное время он ходил в походы, верно? Да, совершенно верно. По подсчётам историков, он находился в Англии от двух до девяти месяцев. То есть первый раз он находился в Англии, когда приехал на своё коронование. Это было в июле месяце в Вестминстере в 1189 году, где запомнилось его коронование большими еврейскими погромами. И второй раз он приехал в Англию, когда, собираясь в крестовый поход в 1190 году, собирая саладиновую десятину, так называемую. Что это за саладь? Подать, да? Да, это подать, которая собиралась 10% сдвижимого и недвижимого имущества тех, кто не принимал участия в крестовом походе. И что парадоксально, на самом-то деле Ричард проявил себя как талантливый хозяйственник-администратор. Наместник Шотландии, лучше сказать. Выкупил свою должность у Ричарда львиное сердце для того, чтобы Ричард не смог его сместить. Также он говорил о том, что он готов продать и Лондон, лишь бы нашёлся покупатель. Отмечали то, что многие бароны готовы были идти с ним в крестовый поход, но Ричард им отказывал, говоря о том, что мне проще с вас взять Саладинову Десятину, нежели вы пойдёте со мной в поход. Во время третьего крестового похода, когда Ричард взял город Акру и хотел совершить обмен пленными с Аллахаддином, а сделка не состоялась, как пишут, Ричард хладнокровно приказал просто казнить всех пленных. И упоминание о его жестокости подчас не вынужденной, а просто жестокости присутствует во многих источниках. Вроде бы это аргументируется тем, его решение, что если бы он не казнил пленных, то таким образом проявил бы перед султаном свою слабость, и это могло бы помешать дальнейшим переговорам. Но в числе пленных среди них были женщины и дети. И вообще многие современники, историки называют Ричарда варваром и безжалостным человеком, потому что он жесточайше принимал решения, лишённые смысла в приступе ярости. То есть он что, мало того, что был флюгером, ещё и не контролировал эмоции? Нужно, наверное, ещё сказать о том, что средние века были достаточно жестокими. Безусловно. Да, действительно, весь путь его управления был усеян многочисленными жестокими расправами над своими противниками. Убийство от такого количества людей охранисты все осуждают, однозначно осуждают, но при этом их осуждение, оно как-то достаточно мягкое, потому что Саладин тоже не отличался на самом-то деле мягкостью. Дело в том, что в этот период времени уже окончательно сформировалась идея джихада, священной войны крестоносцев. Если мы посмотрим на те сообщения, даже вот взятие Акры, или возьмём даже немножко раньше события взятия Иерусалима в первый крестовый поход, то мы увидим, какие жестокостям подвергались сами люди. На самом-то деле многие историки, в частности наш советский медвиз Добиш Рождественского, очень долго рассуждали над этим вопросом, говоря о том, что действительно ли Саладин не успевал выполнить требования Ричарда Львиное Сердце, потому что от момента выдвижения ультиматума до момента свершения казни прошло чуть больше двух недель. За это время можно было найти определённые деньги и найти определённый компромисс. Возможно, это было продиктовано условием военного времени. Не проявил он эту жестокость, возможно бы и не удалось бы заключить достаточно выгодный мирный договор по итогам Третьего Крестового похода, когда паломники могли беспрепятственно посещать город Иерусалим. А что было с личной жизнью нашего великана, светловолосого Ричарда? Как она сложилась в конечном счёте? Согласно хронистам, на самом-то деле Ричарда было три недостатка. Это сладострастие, гордость и алчность. Понятно, что вот эти три недостатка, они характеризуют Ричарда достаточно хорошо. Да, действительно, с одной стороны, мы видим, что в официальном браке у него не сохранилось детей. А говорить о бастардах нам известно только об одном бастарде. А так количество детей, в принципе, никто и не знает. Тут недавно в книге французского исследователя Жана Флори я встретила достаточно интересную гипотезу о том, что Ричард Львиное Сердце был нетрадиционной ориентацией. Ну, мне кажется, что это уже такая некая современная тенденция уже говорить о нетрадиционных ориентациях. Хотя применительно к Александру Македонскому. Ну, да, и Александру Македонскому. Ну, вообще, можем говорить о многих личностях и говорить о том, что это нетрадиционная ориентация. Но Ричард, скажем так, женщины у него всегда были, присутствовали. И в связи с тем, что брак был всё-таки по расчёту с официальной женой, всё-таки у него было достаточно много красивых женщин, которые сопровождали на всём пути его следования. Поэтому я думаю, что с личной жизнью у него было всё в порядке. И тем не менее, наследника официального он не оставил. Нет, официального наследника у него не было, потому что всё-таки престол переходил по мужской линии. Возможно, мы можем говорить о том, что были девочки. То есть Жан Флори опоминает о том, что всё-таки у него были неофициальные дочери, но смысл признавать дочь в качестве наследника, когда престол переходит от отца к сыну по мужской линии. А скончался он в возрасте, если я не ошибаюсь, с 42 лет. Верно? Да, он скончался. При осаде замка Адемара V. Да, он скончался достаточно молодым. Его смерть, на самом деле, точно так же овеяна мифами и легендами, как и вся его жизнь. Один из хронистов пишет о том, что Ричард осадил замок Шалю, в котором он думал, будет сокрыто сокровищем. И когда он вместе с Меркадье обходил стены, отыскивая, откуда удобнее произвести нападение, простой арбалетчик по имени Бертранду Гудрун пустил из замка стрелу, пронзив королю руку и ранил его неизлечимой раны. Король, немедленно и минуты, вскочил на коня и, поскакав в своё жилище, велел Меркадье и всему войску атаковать замок, пока им не овладеет. А когда замок был взят, велел король повесить всех защитников, если бы король выздоровел. Но, к сожалению, король не смог выздороветь, потому что стрела была отравлена. Здесь историки все сходятся во мнении о том, что это было заказное убийство со стороны французского короля Филиппа II. Французский король Филипп II был полностью антиподом Ричарда Львиное Сердце. Если Ричард был красавцем, то Филипп II был очень грузным человеком, любившим поесть, не пользующийся популярностью у женщин. И известно, что Филипп II платил за каждый день содержания около 25 монет. Содержания чего? Ричарда Львиное Сердце в плену германского императора. В тот момент, пока Ричард находился в плену, Филипп II постепенно захватывал владение Ричарда Львиное Сердце. И вот эта неприязнь между братьями, которая еще сложилась в период Третьего Крестового Похода, она сохранилась до конца дней, потому что Ричард Львиное Сердце постоянно потрунил над Филиппом, постоянно уводил у него девушек. То есть тот, кто ему понравился, какая-нибудь фрейлина, Ричард тотчас начинал же с ней заигрывать, и, естественно, ночь проводилась эта же фрейлина. Поэтому Филиппу это все надоело. Филиппу это все надоело, плюс еще Ричард постоянно Филиппа вставлял палки в колеса многочисленные. Здесь даже интересно вспомнить описание, когда они вместе входили в порт Мессины. Если Филипп II очень скромно спустился с корабля и прошел свой замок, то Ричард Львиное Сердце подплыл с многочисленным флотом, трубы, фанфары встречали его, он спускался в окружение своих придворных, и ему подвели белого коня, то, естественно, это во многом ущемляло Филиппа II. И Филипп II на самом-то деле, если так немножко окунуться в историю, он был выше по статусу Ричарда Львиное Сердце, потому что Ричард, владея французскими владениями, обязан был приносить клятву верности Филиппу II. И Ричард всячески отказывался. Плюс еще вот это нанесенное оскорбление за то, что Ричард отказался жениться на сестре Филиппа II Аделаиде к тому, что историки склоняются, что убийство это было заказное. И в хрониках написано о том, что вот муравей убил великого льва. И Ричард на смертном адре, когда спросил, за что же ты меня убил, что же я тебе такого сделал, на что Бертран ответил, ты убил моих родителей. Ну, это все-таки, мне кажется, больше вымысел, но факт заключается в том, что когда Ричард находился на смертном адре, он, раскаиваясь в своих грехах, повелел похоронить себя в ногах своего отца Генриха II, тем самым прося прощения за ту войну, которая была развернута им в 1174 году, деля наследство между Иоанном Беземельным и вот эту злополучную Аквитанию. Если я не ошибаюсь, тогда, на момент этой войны, Ричарду было всего 17 лет. Да, 17 лет, но это был все-таки уже взрослый молодой человек. Если учитывать, что даже управляли королевством в 12 лет, то это действительно был уже взрослый человек. Средняя продолжительность жизни в средние века была около 30-40 лет по подсчетам историков. То есть он был еще достаточно таким долгожителем. Что уж говорить об Элеоноре Аквитанской. Он умер у нее на руках, когда ей было 77. Да, он умер у нее на руках и повелел свое сердце, то есть если тело он захоронил в усыпальнице Плантагенетов, то сердце свое повелел захоронить в соборе Нотр-Дама в Руане, говоря о том, что здесь, в Нормандии, находится его сердце. И он похоронен в аббатстве фон Тевро во Франции. Да, фон Тевро это как раз его тело в ногах отца Генриха II, а сердце в Нотр-Даме до сих пор хранится. И экскурсоводы, когда проводят экскурсию по Нотр-Даму, подводят к этому месту, где находится саркофаг Ричарда Львиное Сердце, говоря о том, что там скрыто сердце. Конечно, сердце было утеряно во время Французской революции, но все-таки вот это очень красивый момент. Ну так будем же верить, что сердце великолепного, мужественного, красавца, который 820 лет назад в этот день в возрасте 42 лет отдал Богу душу хранится именно там и по сей день. Действительно, Ричард — это была уникальная фигура, которая создала свой миф, свою легенду, которая живет в наших сердцах. И по сей день многие, на самом деле, образы, которые созданы Ричардом Львиное Сердце, они живут по сей день. То есть вот это преклонение перед прекрасной дамой, образ идеального рыцаря, это вот все девушки современные, они до сих пор пытаются найти себе такого же рыцаря с таким же красивым большим сердцем. Спасибо большое, Екатерина. Я и, надеюсь, наши слушательницы, девушки, в этот субботний день получили огромное удовольствие от вашего рассказа. Спасибо большое за эфир и за внимание. В студии «Радио Спутник» была кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Института истории и политики МПГУ Екатерина Носова. Я, Анна Староминская.